Выехали мы в 8 утра 36 километров в сторону Новосибирска, затем вправо в лес и под раскачки и нырки еще 44 километра по песчаной дороге. Название Керек по-тюрски означает пограничное озеро. Считается жемчужиной об Томского Междуречия, природного района на стыке трех областей Томский, Новосибирский и Кемеровский. Мне чем поездка эта интересна? Хочется сравнить около Томские места и наши, Боробельские и Нарымские. Хотя в общем что сравнивать, север есть север. Обские и Нарымские просторы, масштабы это нечто большее, гораздо большее. Но все же. Озеро интересное, бор сосновый, чистый. По берегу озера идут такие проплешины с выходом к воде. На берегу прямо. Места эти сразу занимаются теми, кто пораньше приехал. Места этих немного. На нашей стороне всего три или четыре. Впрочем немного и доехавших досюда. Несмотря на отличную погоду. Я сижу спиной, легкий ветерок, бураница вот так уходит. И поворачиваюсь, как раз. Что такое? Разовые стаканчики катятся по этому. Откуда они просядут? Откуда? А это оказывается снег падает, его ветерок подхватывает и в рулончике скручивает. Как малярные валики такие. Так это и есть в деревне Кирек. Деревна Кирек? Она татарская, да. Тут мечеть есть. Прибыли мы на место. Сейчас идет усиленная подготовка. Спальное место. В Андрюхе какое, блин. А мы в палатке будем спать. Вот наше место. Это что будет у нас? Это будет за хорошо. Все, чтобы облегчить, не работать практически. Чтобы ничего не делать. Ну, я когда стол придвигал еще сюда, я сразу в голове сидел. Кривды это в каргаске называют. А в парабелле это просто сачок. Плещется вокруг вообще там такие волны. Вот прямо где плесканул, кидаю туда. Не берет, но часа три там пропал. Та сторона озера, деревня, она без электричества. Мы там проезжали, встретили двух бабушек. Кидай, кидай, кидай. Дым. Надо ходить куда-то. Вот это... Нет, в Телесском хорошо. Там водопадики, там причаливаешь водопадик, причаливаешь водопадик. Да, это тумба вот была или как она? Там ступа. Можно было в другие острова высаживаться. Да. Просто... Дятел спать не дает, блин. Разбудил. Как раз над нашей палаткой. Как раз. Прямо как по башке долбил. Тут целое семейство дятлов. Вчера они дрались. С дерева так впадали кубарем, интересно. Женя подъехал. Ночью уже приехал. На той стороне озера люди уже проснулись рыбачат. Привет. О, красиво. Что-то они... Я хоть по ней езжу. Окунь Керекский. Водичка здесь чистая. Почти что как на Грюновском озере. Сейчас попробую под водой с ней что получится. Лодочка у меня такая полуместная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Получается, мы где-то 44 километра ехали по такой песчаной дороге со скоростью. Со средней скоростью 20 километров в час. И у нас на дорогу ушло на эти 44 километра больше двух часов. УАЗик мы дорогой потеряли, так сказать. Авария с одной машиной произошла у нас. Перекладываем на две машины. Ролик один накрылся. Вон там подшипник крякнул. Ну и что, как он? Без ремня. Все, едем прятать машину. Запчасть привезли. Сейчас мужики его сделают. Главное, лес похож такой же примерно, как у нас здесь. Сосняк. Сириламошник. Но главное, что вообще нету гнуса. Вот сейчас мошкара летает какая-то непонятная. А ночью с открытыми палатками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не особо ловится. Ловится, да? Ну да. Ловится, но не особо, да? Сусаня, нас зовем утро. Нет, мы там проехали. А они уехали? Здесь же Польша везде твердая. О, они уже уехали чай залепить. Сами уехали. Это мечеть деревни Керек. Смотри, на ней замок. Табличка Керекская мечеть. Ну, они, наверное, внутри засыпаны, утеплены. И пишут Керек. Мы думали, Керек. Стоит на берегу вот этого вот озера. Красивого, чистого озера. Калина деревенская. Какая шикарная. Смотри, какая густая. Крапива утонула. Деревня вся. Ну, дома все на замках. Мох. Ну, раньше ложили между кошек. А здесь до берега, не скажете, далеко нет. Ну, чтобы на берег выйти. Ну, если на гору подниметесь, горы можно снять. А где лучше? А оттуда вид нормальный? Да, на этот дом вылезете, вправо от него отойдете и все, видать. Короче, дороги тут только на Нивах ездят, на УАЗиках. Я по Крапиве иду сейчас. Все заросло вообще напрочь. Кто есть в избушке, нет? Ну, да. Запахи избенные, конечно. Такие жесткие, я бы сказал. Да, по корешкам едем. Андрюха Дорогин зовет и зовет меня вдаль, да? Что, все сделали, да? Да. У меня кулисы оторвало все. Вторая передача пониженная, включена. Рычаг болтается. Едем, едем. Я знаю, что топлива у них хватит. Я говорю, будем ехать, пока не заглохнем и спать ляжем. Нас все равно никто не объедет на этой дороге. Кто-нибудь бензин-то даст. Никаку в сторону оттащить. КОНЕЦ КОНЕЦ